Юстиция Ефемида Нидерландов продолжает изучать обстоятельства крушения в июле 2014 года авиалайнера Boeing 777-200ER, осуществлявшего рейс MH17 по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. 17 июня 2021 года судья Хендрик Стинхейс, закрывая заседание, сообщил, что слушания по делу возобновятся 24 июня. На прошедшем заседании в судебном комплексе Схип-Холл нидерландская прокуратура заявила, что не нашла украинских истребителей в небе над Донбассом во время указанной катастрофы. Об этом в процессе слушаний рассказала прокурор Манон Ридербикс. Она отметила, что международная совместная следственная группа JIT тщательно изучила данный вопрос. Были истребованы данные украинских и российских властей, заслушаны свидетели, а также изучены обломки авиалайнера, информация из открытых источников и перехваченных телефонных разговоров. Прокурор объяснила, что первичные данные радаров не зарегистрировали ни одного военного самолета в этом районе. Кроме того, имеются показания украинских свидетелей и документы, представленные Украиной, которые говорят о том, что в воздухе над зоной конфликта не находились истребители. Она представила документы, свидетельствующие, что на территории площадью 50-60 квадратных километров не был сбит какой-либо другой самолет. Ридербикс добавила, что все собранные обломки исследовали сотрудники АО-концерн в Ко-Алмаз, Антей, Россия. В итоге не было найдено других обломков, которые бы принадлежали иному самолету. Она подчеркнула, что прокуратура открыта для новых сведений, которые могли бы помочь установить истину и поспособствуют принятию судебного решения. Она уточнила, что у прокуратуры нет дополнений к озвученной ранее судом основной версии. Рейс MH17 был сбит ракетой ЗРК Бук. Однако у прокуратуры есть дополнение по двум другим вопросам. Была ли ракета, сбившая авиалайнер, выпущенная из-под Первомайского, и были ли обвиняемые причастны к случившемуся с рейсом MH17. Прокурор представила карту, на которой было отмечено, как отличаются выводы АЛМАЗ, Антея от доводов Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии Бельгии по поводу места запуска ракеты. Что касается причастности обвиняемых, то она считает необходимым заново прослушать некоторые перехваченные телефонные разговоры, которые уже были ранее представлены, чтобы поместить их в нужный контекст. Напоминаем, что США скрывают спутниковые снимки момента крушения MH17, отказываясь предоставить их суду.